В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. В реалиях пандемии. Сколько больных коронавирусом сейчас в стационаре? Всем ли положены бесплатные лекарства и будут ли новогодние гуляния на площади Марацей? Через несколько секунд расскажем о решениях, принятых в ходе оперативного штаба. Качественно и полезно. Глава региона Юрий Бездунный посетил городскую школу номер 5 и проверил, как питается учащийся младшего звена. Нравится ли детям школьные обеды? Помощь другим, как неотъемлемая часть жизни. Волонтеры всех возрастов и направлений принимают поздравления с профессиональным праздником. Как развивается добровольчество в нашем регионе? Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В начале выпуска статистика по заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в Заполярье зарегистрировано 6 случаев COVID-19. Такие данные на утро 4 декабря приводит региональное управление Роспотребнадзора. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрированными случаями заболевания COVID-19 является 666 подтвержденных случаев. По данным медицинских организаций, за истекшие сутки выздоровели два пациента. С начала пандемии проведено 14 507 ПЦР-исследований на выявление инфекции. За прошедшие сутки 111. Состоят на учете в Управлении Роспотребнадзора по Ненинскому округу 535 человек, в том числе два в обсерваторе. Сняты с контроля с начала пандемии 9 292 человека. За прошедшие сутки 20. Бесплатные лекарства для лечения новой коронавирусной инфекции теперь смогут получать пациенты с клиническими признаками COVID-19, установленными лечащим врачом. Об этом стало известно в ходе заседания оперативного штаба. Кроме того, на совещании обсудили и предстоящие новогодние праздники. Алина Ваучейская продолжит тему. Необходимость изменений порядка обеспечения коронавирусных больных бесплатными лекарствами возникла этой осенью, когда стало понятно, что не на всех стадиях протекания болезни ПЦР-тесты показывают наличие в организме COVID-19. Расширить список пациентов удалось благодаря федеральной поддержке. Ненинскому округу на эти цели выделили 1 миллион 700 тысяч рублей. Не всегда больной человек сразу показывает положительный тест ПЦР. И нам очень важно начинать его лечить сразу препаратами, ковидными препаратами. И вот то решение, которое было принято, позволяет теперь обеспечить людей, которые имеют отрицательный тест ПЦР. Но мы понимаем, врач понимает, что это клиника ковида. Они имеют право теперь получать лекарства бесплатно. В ходе оперативного штаба Сергей Сверидов доложил, что на сегодняшний день аптечная сеть Ненецкая фармация располагает запасом бесплатных лекарственных средств на 370 пациентов. Также руководитель департамента, отвечающего за деятельность здравоохранения, отчитался о ходе лечения ковидных больных. На сегодняшний день под наблюдением медиков находятся 53 пациента с новой коронавирусной инфекцией. В стационаре из них 11. С ПЦР по подтверждением диагноза получают стационарное лечение. Все находятся в специализированном инфекционном отделении. По статусу состояния 7 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, 4 в состоянии средней степени тяжести, и 4 пациента находятся на кислородотерапии. Юрий Алексеевич, по койкам долечивания 2 пациента переведены на койки долечивания. И мы практику эту каждый день используем, чтобы был оборот койки и возможность, чтобы запас койек был. И 42 пациента с ПЦР по подтверждением диагноза получают амбулаторное лечение по месту нахождения, то есть по месту жительства. Теперь хорошая новость. Традиционные новогодние и рождественские гуляния на площади Марацей в Нарьинмаре состоятся. Мы можем проводить на улице мероприятия с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. И мы будем проводить. Новый год из-за пандемии никто не отменяет. А если говорить о детях, которые ждут этого Нового года, вы вспомните себя, когда вы были детьми. Новый год был и остается для детей самым главным праздником. Поэтому будем украшать город, будем ставить елку, будем проводить какие-то мероприятия на улице, а в помещениях, естественно, проводить их не будем. Так, на площади Марацей запланировано проведение трех мероприятий. Это открытие главной окружной елки 13 декабря, празднование наступления Нового года в ночь с 31 декабря на 1 января и гуляние в честь Рождества, которые запланированы на 7 января. Кроме того, в ходе заседания оперативного штаба были уточнены правила масочного режима для детей, которые посещают кружки и занятия в окружных учреждениях культуры. Так, ребенок должен находиться в маске, когда он заходит в учреждение и в раздевалке. На самом занятии дети маску могут снять, а руководители кружков должны продолжать занятия в масках. Алина Волчейская, Антон Водряков, Телеканал Север. Качественно и полезно. Глава региона Юрий Бездудный посетил городскую школу номер 5 и проверил, как питаются школьники с 1 по 4 классы. На сегодняшний день горячее питание получает 2,5 тысячи учащихся младшего звена окружных образовательных учреждений вне зависимости от дохода. Александра Литкова продолжит тему. Гуляш из оленины, гречи и салаты свежих огурцов. Таким обедом сегодня кормят учащихся 5-й городской школы. Накрывают непосредственно перед звонком, чтобы обед был действительно горячим. У нас и мясное, и рыбное, и овощи, и фрукты. На консервации мы стараемся не работать. Даем только свежие овощи. Фрукты у нас через день или каждый день у нас хотят. Молочка дается тоже так же. Или фрукты, или молочка. Выпечка у нас идет раз в 10 дней, потому что, как по меню. Питание в школьных столовых организовано в несколько смен. Количество посадочных мест рассчитано на 230 человек. Сейчас мы немножко изменили систему прихода детей в столовую, поскольку в связи с пандемией ступенчатый приход детей в школу и на каждой племени питаются только 5 классов. Чтобы была возможность рассадить их через стол. Сейчас в 10 часов будут питаться начальные классы. Два первых, второй, третий, четвертый. Горячие питания с 1 сентября текущего года 2,5 тысячи младшеклассников получают бесплатно согласно указу президента. Глава региона Юрий Бездудный лично убедился в выполнении всех необходимых требований для обеспечения школьников качественным горячим питанием. Поручение президента выполняется не только в этой школе, а во всех школах нашего округа. И выполняется с 1 сентября 2020 года. Сегодня мы проверили питание в пятой школе. Посмотрели, что питание качественное, горячее. Поинтересовались у ребят, нравится им или не нравится. И если вы помните, то все сказали супер. Питание супер, горячее, вкусное. И хотелось бы подчеркнуть, что продукты для приготовления используются местные. Сегодня, допустим, мы видели, что из эленины было приготовлено горячее. Гречка с элениной. Школьники среднего и старшего звена питаются в рамках софинансирования. Часть обеда оплачивают родители, часть финансируется из окружного бюджета. В городских школах стоимость горячего обеда составляет 109 рублей. На селе 120. Александра Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Увековечили память. В Наринмаре открыли мемориальную доску в честь Петра Спирихина. Памятный знак расположился на здании школы номер один. Торжественное мероприятие прошло в день памяти учителя, краеведа, участника Великой Отечественной войны. 4 декабря 2016 года Петра Михайловича не стало. С подробностями Ольга Русул. Мемориальная доска с именем известного в округе человека Петра Михайловича Спирихина открылась на здании первой школы не случайно. С февраля 2018 года учебное заведение носит его имя. Родился он в большой крестьянской семье, в Пустозерске. Нет сейчас этого населенного пункта на карте округа. Но в сердце, в домах Петра Михайловича он был всегда. Участник Великой Отечественной войны Петр Спирихин был награжден орденами Красной Звезды Отечественной войны первой степени, медалями за оборону Ленинграда, за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Всю свою профессиональную жизнь Петр Михайлович посвятил учительству самой мирной профессии. Он был человек очень скромный, никогда не рассказывал очень подробно о войне. Но вот жизнь его, она действительно прожита очень достойно. И он очень много сделал и для нашей школы, и вообще для истории округа. Поэтому сегодняшнее событие ценно-историческое. И мне хочется сказать вам, что вы тоже часть истории школы. Поэтому давайте будем достойны памяти Петра Михайловича Спирихина. Открывают мемориальную доску глава региона Юрий Бездудный, племянник Петра Михайловича Михаил Спирихин и отличник учебы Влад Панферов. Петр Михайлович действительно прожил очень-очень достойную жизнь. И та мемориальная доска, которую мы сегодня открыли, она будет напоминать каждому, кто входит в эту школу, о нем. И вечная память об этом замечательном человеке, она сохранится не только в сердцах тех, кто сегодня здесь собрался. Тех, кто знал его и успел пообщаться с ним. Но и тех, кто спустя много лет будет учиться. Нам всем приятно, конечно, и его детям, племянникам, что открыли эту доску. Это замечательно. Просто увековечили его. Он с нами очень часто разговаривал, учил нас жизни, учил любить свою родину. Пусть о зверх, чтобы никогда не забывали. До последних дней жизни легендарный педагог-краевед Петр Михайлович поддерживал тесное сотрудничество со школой. Его любили учителя и ученики. Увековечить память Петра Спирихина решил коллектив на Ринмарской школе номер один с углубленным изучением отдельных предметов и обратился в мэрию и горсовет. И 29 октября на очередной сессии городским советом городского округа Нарьинмар было единогласно принято решение об открытии мемориальной доски. Его жизненный путь для нас является примером. Мы все обязаны свято беречь нашу историю, передавать ее другим поколениям, быть благодарны тем, кто, не жалея сил, защищал нашу родину. Вечная память Петру Михайловичу. Примечательно, что в 2020 году столетие со дня рождения подвижника просвещения и преданного сына родной земли. Ульга Русул, Антон Водряков, Телеканал Север. И в продолжении темы. Более 70 мероприятий провели в Ненецком округе в рамках Года памяти и славы. Из них 40 федеральных проектов и 30 региональных. Их участниками стали порядка 15 тысяч человек. О том, какие культурные акции прошли по итогам 75-летнего юбилея со дня победы Великой Отечественной войны, смотрите в нашем следующем сюжете. Открытие на Синявинских высотах Стеллы в память о воинах из Ненецкого округа, погибших в годы Великой Отечественной войны, и издание книги памяти Ненецкого округа стали одними из самых значимых и масштабных событий в уходящем году. Проект стал продолжением многолетней работы по сохранению памяти об ушедших на фронт, а также восстановлению имен погибших и пропавших без вести. Издание книги памяти, ее можно поставить, конечно же, в один ряд с установкой воинского мемориала на Синявинских высотах. Вообще, работа над книгой памяти идет очень давно, и не мы ее начинали. Это такой проект, у которого мы сейчас только-только увидели свет в концертонале, что его в принципе можно закончить к следующему юбилею. Авторы книги планируют в будущем внести в региональную книгу памяти информацию о ветеранах войны, умерших уже после демобилизации. А пока третье издание стало самым полным источником сведений о земляках, защищавших родину. В нашей книге памяти собрана очень полная информация, там можно узнать не только фамилии именно человека, да, и в звании, в котором он был, например, там пришел, если пришел, если нет, то в каком, где его похоронили, да. У нас полная собрана информация, даже, наверное, где его призывали, про детей, про семью, родителей. Очень важно, что многие жители нашего округа, может быть, не знали, даже не имели эту информацию о своих родственниках, которые нам получилось собрать и создать писательную часть этого всего в этой книге памяти. В этом году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, профильному департаменту удалось провести почти все запланированные мероприятия, посвященные годы памяти и славы. Часть из них прошла в онлайн-формате. Например, проект «Упряжка победы», который в этом году стал победителем конкурса грантов «Народное творчество». Данный проект реализовывался семейной родовой общины коренных малочисленных народов Севера Медикотя «Маленький Чум», руководитель Вероника Ивановна Толеева, при поддержке вокальной группы народного ансамбля «Хаяр», при поддержке детской группы «Ханика», которой они занимаются у нас в преднокультурном центре. Они объехали своим проектом многие населенные пункты. В рамках проекта была предусмотрена и культурно-просветительская программа. Межрегиональный проект «Аргиш Победы», организованный этнокультурным центром, также прошел в онлайн-формате. Мероприятие было посвящено Дню памяти участников олено-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны. Вроде бы это такая наша памятная локальная дата, закрепленная законом Ниньцкого автономного округа. Но когда мы вышли в онлайн, данный проект получил межрегиональный охват. И в этом проекте очень многие подключились регионы, для которых эта тема также, наверное, актуальна. Это и Малонимский автономный округ, Коми-Республика, Чукотский край, Мурманская область, Ленинградская область. Очень много участников откликнулись со своими историями, со историями своих прадедов, со историями своих родственников. Работа по сохранению и увековечиванию памяти воинов, которые отправились на фронт из Ниньцкого округа, будет продолжена и в следующем году. Александра Литкова, Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Телеканал Север. 5 декабря во всем мире свой праздник отмечают те, для кого помощь другим – это неотъемлемая часть жизни. Волонтеры всех возрастов и направлений всегда готовы прийти на выручку. Будь то помощь животным, пожилым людям или экологии. О том, как развивается добровольчество в нашем регионе, расскажет Екатерина Дементьева. Коля Бергер решил заняться волонтерством полтора года назад. За это время успел понять, что не сможет однажды просто взять и перестать помогать. Добровольчество – это для меня просто человечность. Человек, он есть, без добра он не может жить. То есть есть человек, если с ним нет добра, получается, это не человек. Ну, с моей точки зрения, это так. Если бы не было добрых людей, например, ну, ничего бы не было просто. Человечество вымерло моментально. Разделяющих позицию молодого человека в нашем регионе уже более тысячи человек. И это только те, кто не скрывает своих намерений. Ведь многие люди считают, что о добре не стоит кричать. Однако у сотрудников ресурсного центра добровольчества иная точка зрения. Для ребят, которые присоединяются к нам в волонтерское движение, в добровольчество, есть достаточно много различных возможностей. Перед ними открывается каких-то преимуществ, привилегий. Начиная с той же волонтерской книжки, которую они заводят, в которую начисляются часы, проставляются какие-то их достижения. Но это своеобразная трудовая книжка, только для волонтера волонтерская. Кроме этого, волонтеры могут принимать участие в масштабных всероссийских или международных мероприятиях, бесплатно обучаться и стажироваться, знакомиться с интересными людьми, получать бесценный опыт и дружбу на долгие годы. На самом деле есть ребята, которые не ассоциируют себя с волонтерами-добровольцами, но на самом деле таковыми являются. И для них было бы большим плюсом, если бы они обозначили себя как добровольцы, допустим, в каком-то объединении, направлении, и в полной мере уже могли получать все эти меры поддержки. Сейчас в Ненецком округе активно работают несколько направлений добровольчества. Событийное и социальное волонтерство, волонтеры акции «Взаимопомощи мы вместе», волонтеры «Победы» и другие. Количество желающих присоединиться и стать частью добрых дел только растет среди жителей региона всех возрастов. У нас в округе самым популярным на сегодняшний день направлением добровольчества является экологическое. Мы живем рядом с природой, лес у нас близко, и особенно школьники, молодые ребята очень любят осуществлять сбор мусора сезонный. Очень много школьников, ну и вообще наших граждан собирают вторсырье, передают его на переработку. В добровольчество, как правило, стремятся либо молодежь, либо люди старшего возраста. Так называемые «серебряные волонтеры» – те, кто старше 55 лет, проявляют большую активность в каждом из направлений деятельности. «Детям больше всего нравится участвовать на массовых мероприятиях, в качестве волонтеров, как ростовые куклы, на каких-то станциях стоять. Серебряным волонтерам очень нравится участвовать в экологических мероприятиях, и досуговые мероприятия для них очень, прям для всех хорошо заходят». Двери мироподдержки и взаимовыручки всегда открыты для желающих. Добровольчество – это то, где не имеет значения ни возраст, ни пол, ни цвет кожи, ведь, как известно, у добра нет национальности. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». И это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.